С вами Рик Реннер, я нахожусь в Верхнем Театре Древнего Города Пергам. В Пергаме было два театра. Этот, Верхний, с самыми отвесными трибунами во всем древнем мире. Он вмещал 10 тысяч зрителей. Когда в первом столетии в городе появилась церковь, этот театр обычно до отказа наполнялся зрителями. Их было 10 тысяч, которые лицезрели самые разные представления. Драматические, поэтические, музыкальные. Их ставили на сцене амфитеатра. Но перед началом представления обычно происходило кое-что еще. В длинной процессии, прямо перед сценой, ведя за собой быка, вола или другое животное, проходили пьяные жрецы Дионисия. Далее они следовали к храму Дионисия, что был неподалеку, где закалывали это животное в жертву своим божествам. Глядя на клубы дыма, которые поднимались в небо, зрители понимали, что жертва принесена. Их боги ублажены. И представление можно начинать. Это действие было неким прообразом открытия занавеса в театре. То есть открытием занавеса было жертвоприношение животного в языческом капище. Это явление стало привычным. Жители города видели его с самого детства. Оно вошло в культуру. Сами представления зачастую были просто отвратительными. То, что творилось на сцене, никак не предназначалось для публичного просмотра. Мерзкое зрелище. Но никто из зрителей не возмущался, поскольку в их среде это было приемлемым. Им было все равно, как говорится, с волками жить по волчьей выть. Сегодня происходит нечто подобное. Какая культура у нас? Мы соглашаемся с ее предложениями. В обществе так принято? Это приемлемо для нас? Мы должны соглашаться со всем, что говорится в СМИ, или мы мыслим другими категориями? Разумеется, мы с вами руководствуемся Божьим Словом. Что с культурной точки зрения правильно, а что нет, для нас определяет Библия. Мы с вами твердо решили. Что бы ни говорили в обществе, мы будем жить по высоким библейским стандартам. И сегодня мы поговорим о верности такому решению. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Здравствуйте и добро пожаловать. Сегодняшняя тема — как не поддаваться влиянию плохого окружения. Скажем, вы научились противостоять искушениям самостоятельно. Но как насчет вашего окружения, которое далеко не содействует вашему духовному росту? Скажем, негативно настроенные люди вокруг вас мешают вам расти. Как не поддаваться их влиянию? Как сменить обстановку вокруг себя? Ранее, во вступлении, мы сказали, что христиане первого столетия жили в неблагоприятной обстановке. В театрах показывали пошлости. И христиане сторонились театров. В банных комплексах подстерегали извращение и разнузданность. Так что верующие не посещали бань. А это давалось непросто, поскольку мыться как-то надо. В первом столетии бани были в основном общественными. И помыться можно было только в них. Но что там творилось уму непостижимо? Вот и приходилось первым христианам, пользуясь житейской мудростью, постоянно придумывать что-нибудь, чтобы элементарно помыться, всячески избегая обстановки, которая располагала ко греху. Они проводили четкие границы, чтобы не поддаться влиянию такой обстановке. Об этом и пойдет речь сегодня. Как противостоять влиянию плохой среды? Верю. Будет полезно услышать это. А в следующий раз поговорим о том, как не поддаваться влиянию людей без веры. Итак, сегодня говорим о неблагоприятном окружении. Напомню, мы предлагаем вам цикл аудиопроповедей «Как противостоять врагу». Вы способны сопротивляться. В Библии говорится «Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». Глагол «убежать» в переводе с греческого означает «бежать так, чтобы пятки сверкают». «Пуститься со всех ног». Вот как быстро он убежит от вас, но только если вы противостанете ему сознанием дела. Помните, дьявол также нападает сознанием дела. Он вклинивается в семьи, отношения с людьми, пытается лишить нас денег, здоровья, лезет в наши мысли, работу, дела. Дьявол изобретает хитрые способы подобраться к нам. Но стоит нам только воспротивиться ему твердой вере, как он сбежит от нас. Рванет так, чтобы пятки засверкают. Противостаньте ему. В предлагаемом цикле об этом и говорится. Уверен, вам это пригодится. Вы можете скачать бесплатно. А если за вас нужно помолиться, сообщите нам. Мы верим в силу молитвы и постоянно молимся. Что ж, перейдем к сегодняшней теме. Как не поддаваться влиянию плохого окружения. Мы вновь обращаемся к посланию евреям, 12 главе 1 стиху. Чудесный стих. Евреям 12, 1. Мы читаем. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, и запинающий нас грех из терпения, будем проходить прилежащее нам поприще». Сегодня мы подробно рассмотрим это местописание и предложим вам прямо в нем практические рекомендации о том, как устоять в плохом окружении. Начнем читать с середины нашего стиха. Смотрите. «Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Глагол «свергнем» — перевод греческого «апо-тифами», который состоит из двух частей. Приставка «апо» означает «от», и основа «тифами» означает «класть, ставить, полагать». При составлении этих частей «апо-тифами» появляется слово «апо-тифами», и вот его значение — «положить на землю и оттолкнуть подальше от себя». Далее прочту из своих заметок, чтобы передать смысл в точности. Глагол «свергнем» — «апо-тифами» означает «положить что-то на землю и оттолкнуть подальше от себя». Настолько далеко, чтобы добраться до этого предмета было непросто. Просто положить на землю недостаточно, требуется оттолкнуть подальше от себя. Оттолкнуть как можно дальше от себя. Речь о осмысленном решении навсегда изменить образ мысли и поведения. Греческий глагол апатрифами «свергнуть» можно перевести и осмыслить как «снятие одежды». Именно так данные глаголы понимали в первом столетии Новом Завете. Глагол апатрифами преимущественно означал «снять с себя одежду». А теперь представьте, как мы снимаем одежду. В конце дня, когда пора ложиться спать, вы обращаетесь к одежде и говорите «Так, одежда, ты старая, грязная, я наработался, и мне пора спать, и ты одежда мне больше не нужна». И что? От ваших слов одежда сама с вас сползет? Нет. Единственный способ остаться без одежды — это принять участие в процессе. Скажем, вам нужно снять рубашку. Вы своими пальцами давите на пуговицы, продеваете их сквозь петлицы. Лишь от того, что рубашка вам больше не нужна, она сама не снимется. Выбрав глагол апатрифами, автор послания евреям велит нам принимать участие в процессе изменения своей жизни, если мы этого хотим. Одно лишь осознание необходимости измениться ничего не изменит. Пусть вы и поняли, что обстановка не подходит вам. От этого обстановка сама себя не сменит. Мы творим перемены своими руками. Мы принимаем решение отвязаться от своего окружения, снять себя, положить на землю и уйти как можно дальше. Придется отодвинуть ее от себя настолько далеко, чтобы не получилось легко достать и вернуть. Вот что значит глагол «свергнем с себя» в нашем стихе. Далее говорится, что следует отложить. Всякое бремя. Слово «бремя» в греческом «анкос» указывает на все, что может отягощать. Что-то настолько тяжелое, что мешает вам свободно передвигаться. Из-за этого отягощения ваша способность передвигаться существенно ограничена. Подобной тяжестью могут оказаться отношения с кем-то. Хм, кому-то сейчас нужно это услышать. Ваши отношения с кем-то тянут вас вниз. Вы думаете об этом человеке, проснувшись в среде ночи. И утром вы снова думаете о нем. Днем, когда у вас свободная минута, и вам не хочется ни о чем думать, вы думаете об этом человеке. Для вас это тяжесть. Вы все время обеспокоены, думая об этом человеке. Это тяжесть. Или вы связались со сплетниками. Общение с этими людьми постоянно затягивает вас в трясину сплетен. Вы утонули в сплетни. Для вас это тяжесть. Может быть, вас отягощает то, что вы едите и едите. Или то, как вы пользуетесь кредитной картой. Тяжестью может быть все, что угодно. Все, что тянет вас ко дну и мешает жить по Божьей воле. Автор послания евреям пишет, если что-либо, в греческом это фраза «всякое бремя», как угодно. То, что вас сдерживает. Что не позволяет вам стать таким, каким хочет Бог. Библия велит вам «апатитами». Освободитесь, развяжитесь, начните процесс, участвуйте в нем, не ждите, пока само развяжется. Сделайте все, что нужно для исправления. Поменяйте свое окружение. Сбросьте с себя грех, отложите его, оттолкните подальше, туда, где уже не достанете. Проведите границу. Библия говорит «всякое бремя» и запинающий нас грех. Под словом «грех» обычно мы подразумеваем какой-то страшный, мерзкий, тяжкий грех. Однако же в данном случае грех — это греческое слово «хамартия», которое означает «промахнуться мимо цели». Не попасть в десятку, или попросту ошибиться. Если уж совсем на чистоту, всякий раз промахиваясь мимо цели, вы согрешаете. Вот что означает слово «хамартия». Стало быть, наш стих можно прочитать следующим образом. Если вы потворствуете греху в своей жизни, что вынуждает вас ошибаться, если на чем-то в своей жизни вы притыкаетесь, если вы позволяете себе что-то, из-за чего вы не способны быть таким, каким должно быть, вы не попадете в цель, установленную для вас Богом, и вы это знаете, вам нужно это отбросить, если вы продолжаете мириться с грехом, то вам придется пожертвовать Божьей волей, а оно того не стоит. Отложите апатитами, освободитесь, разберитесь, приложите волю и разум, придумайте способ. Я выйду из этой среды, оттолкну подальше от себя, сменю окружение, отложу всякое огнус, всякое бремя, все, что отягощает меня, любой грех, все, из-за чего я промахиваюсь мимо цели, то есть совершенной Божьей воли. О грехе же сказано, запинающий нас грех. Причастие запинающий, запинающий нас, в оригинале значит окружение. На греческом языке это длинное слово. Юперистатус, состоящий из трех частей. Во-первых, ю, что указывает на что-то хорошее, приятное, легкое. Далее, перри, это все, что нас окружает. Обстановка вокруг нас. И, наконец, статус, а статус – стоять. Целиком слово, состоящее из трех частей. Юперистатус означает «что-то стоит, находится вокруг вас, и вам в этом окружении комфортно». Вы уже так долго находитесь в этой обстановке, что она стала для вас средой обитания. Вы здесь как дома. Это ваша зона комфорта. И что будет дальше? Мы часто оказываемся в пагубном окружении. Но прожив в этом окружении достаточно долго, мы к нему привыкаем. Это наша стихия. Мы научились с ней жить и действовать. Здесь наши друзья. Пусть это и не лучшая обстановка, но мы здесь уже давно. Здесь мы живем, и причем уже долго, это наше окружение. Но это плохая среда, и вы в ней слабеете. В ней вам никогда не достичь своего максимума в Боге. Вы грешите, и не попадаете в цель. Может быть, вы дружите не с теми людьми. Может, вы оказались в церкви, где сплошной негатив. В вашей церкви сомневаются, не верят. Вы думали, что будете влиять на прихожан и менять их к лучшему. А получилось наоборот, и вам стало хуже. Так может, пора сменить обстановку? Это будет непросто, особенно если вы в этой церкви уже давно и всех полюбили. Но если вы там духовно слабеете и не можете развиваться по Божьей воле, может, настала пора найти себе другой духовный дом. Слово окружение указывает на все, что нас окружает. Что для нас не полезно. Что не сопутствует победоносной жизни. В свое время и мне приходилось принимать решения, например, о том, что общаться с некоторыми людьми я больше не стану. Я их люблю. Дело не в этом. Я их люблю. Но мне не полезно общаться с ними. После наших встреч я расстроен, мне становится хуже. После очередной встречи или разговора с ними, мне как будто нужно помыться. Из-за них я не могу стать тем, кем должен стать по Божьей воле. И потому я отвязываюсь от них. Я с ними больше не общаюсь. По-прежнему люблю, но не буду с ними общаться. Я им не помогаю, а они не помогают мне. Словом, я отсоединился, отложив эти отношения, и я не возвращаюсь к ним. Я принял решение воспротивиться этой обстановке. И как было сказано в самом начале, так приходилось поступать первым новозаветным христианам. Им приходилось решать, больше в театр не хожу. Зачем мне это, когда там такое показывают? Зачем мне слышать грубость, пошлость, когда я стал храмом Святого Духа? Не хочу, чтобы вся эта грязь попадалась мне на глаза и проникала в уши. Зачем мне это окружение? Здесь мне только хуже, я не расту. Я слабею и трачу время впустую. Или посещение бань. Мыться нужно всем. Но когда в бане творится не весь что, а в первом веке так и было, буду искать другой способ помыться. Суть вот в чем. Выбирайся из плохого окружения. Святой Дух покажет, как отвязаться, будь то от места или от круга общения, человека или группа людей. Далее Библия призывает нас, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Глагол «проходить» на греческом «треко». Прочту из своих заметок, чтобы вы поняли, что именно означает это слово. Глагол «проходить», греческое слово «треко», создает образ человека, активно начавшего состязания и устремившегося вперед. Он выкладывается так, чтобы прийти к финишу первым. Человек бежит с такой скоростью, что его ступни не касаются беговой поверхности в одно и то же время. Его взор устремлен к финишной черте. Спринтер ринулся вперед с низкого старта. Он уверенно и планомерно продвигается к своей цели. Или, как пишет автор, послание евреям, в данном случае у вас не получится изменить что-то неторопливо. Нам придется ринуться вперед, устремиться вперед. Интересно, что Библия призывает нас «удерживаться от всякого рода зла». Глагол «удерживаться» на греческом «апэко», в котором приставка «ап» означает «вдали», а корень «эко» — «держать». Вместе они образуют значение «держать на расстоянии». Держи от себя все злое на расстоянии. Нужно установить расстояние до мест, в которых вам плохо. Если в каком-то месте вам нехорошо, установите для себя безопасное расстояние до этого места, чтобы не пойти туда. Прочертите границу вокруг мест, что влияют на вас пагубно, «и не пересекайте эту границу, пусть она сдерживает вас». Этому учит Писание. Библия практична. Мы склонны одухотворять все и вся. Да, мы такие. Мы молимся, чтобы Бог послал нам на помощь ангела. Иногда Бог так поступает. Мы молимся, чтобы кто-нибудь постучал в дверь, прервал грех. Молимся, чтобы Божье вмешательство изменило нашу обстановку и окружение. А Бог говорит «установи границу» и не ходи за нее. Не ступай за нее. Отвяжись, освободись, принимай меры, чтобы устраниться из плохих отношений или плохого окружения. Избавься от мусора, тяжести, негативизма, которые отягощают и тащат ко дну, из-за которых ты промахиваешься мимо цели, установленной для тебя Богом. Отвяжись, освободись от греха, который легко запинает тебя. От плохого окружения и ступай вперед. Проходи с терпением поприще, определенное для тебя. Во фразе «проходить поприще», слово «поприще» — перевод греческого слова «агон», что весьма странно, поскольку оно не связано со спортом. От слова «агон» произошло слово «агония». Я прочту вам значение. Существительное поприще, как оно представлено в русском синодальном переводе, на греческом «агон», относится к спортивным мероприятиям и соревнованиям, столь популярным в древнем мире. Оно рисует образ борцов, столкнувшихся в свадке, когда каждый из них изо всех сил старается одержать победу над своим противником, пытается повергнуть его на землю и отпраздновать победу. Это слово используется в переносном смысле для описания борьбы в душе человека. Когда мы приступаем к переменам, когда мы решаем, «С этими людьми я больше не общаюсь, в это место я больше не пойду, я сменю окружение, я устранюсь из этой компании, из этого места, такие решения даются нам тяжело». Мы оказываемся на поприще. Греческое слово «агон», что означает «состязание». Мы вступаем в поединок, поединок разума и чувств, когда наш разум и чувства кричат, «Я не хочу ничего менять, это мои друзья». Чувства твердят, «Меня здесь любят, эмоции шепчут, пусть это не идеал, но я здесь всю жизнь. В этом окружении я провел всю жизнь, провел здесь свои лучшие годы, мне здесь комфортно, это моя стихия». Разум будет сопротивляться. Вот почему требуется приготовиться к этому. Решение принято. Все здесь ведет меня к поражению. Все здесь мешает мне побеждать и попадать в цель, поставленную для меня Богом. Я запускаю процесс самоустранения. Я намерен отложить все лишнее и уйти отсюда. Буду искать новых друзей. Установлю для себя новое окружение. Несколько лет назад я решил с особой осторожностью пересмотреть список своих друзей и собеседников. Я люблю людей. Мне нравятся общения, но в моем списке были те, с кем общаться было не полезно. Ранее я говорил, что от них выявило негативом. Это сказывалось на мне. Так зачем они мне? После бесед с ними мне как будто нужно было срочно умыться. Столько негатива, сомнений, неверия. И я решил для себя, в общем так, я их люблю, они рождены свыше, они любят Господа, но их негативизм мне мешает, он влияет на меня, и я с ними не расту. Очевидно, от меня им тоже никакой пользы, ведь они не меняются. Пришло время покинуть этот круг общения и найти себе других собеседников и новых друзей. Сегодня я весьма и весьма щепетилен в выборе собеседников. Я осторожен. Я стараюсь выбрать себе такое окружение, в котором меня ждет уверенный рост. Я ищу собеседников, которые говорят на языке веры. Я тщательно выбираю среди собеседников людей, которые совершили какой-то духовный прорыв, которые понимают, что такое вера, которые понимают, что такое простираться вперед, распинать плоть, покоряться Богу. Я хочу общаться с единомышленниками, с теми, кто поможет мне вырасти, а не опуститься, кто не подтянет меня на дно. Таких же собеседников нужно выбирать и вам. Зачастую причиной наших ошибок являются неправильные люди. Мы общаемся с теми, кто плохо влияет на нас. И сегодня, когда мы читаем послание евреям, 12 главу, 1 стих, автор послания прямо и открыто велит нам. Если вы находитесь не в том месте и не с теми людьми, вам пора сбросить, что в оригинале означает «отвяжитесь». Отвязаться не всегда просто. Вероятно, в одночасье этого не произойдет, и вам придется идти шаг за шагом, меняя свое мышление и то, как вы распоряжаетесь временем, меняя свои приоритеты. Но нужно хотя бы начать. Одежда не сползет с вас сама, и окружение не изменится лишь потому, что вы осознали его никчемность для себя. Отвязаться значит что-то предпринять. А Святой Дух настолько благ, Он укажет вам на необходимые меры, чтобы вы отвязались от ненужных мест и людей, с которыми вам не по пути. Он подскажет вам, как сменить свое окружение. И, кстати, начав этот процесс, не оборачивайтесь, не оборачивайтесь. В Библии говорится, бегите. Бегите как только можете, бегите как можно быстрее, бегите так, чтобы пятки сверкали, устремитесь вперед, решите для себя никогда не поворачивать назад, а двигаться только вперед. Ваша цель это не грех, на гречском хамарте, что означает не попасть в цель, а попасть точно в цель всей своей жизнью. Жизнь-то у вас одна, всего одна, и то, как вы проживете на земле, и определит, что будет с вами на следующем этапе Божьего замысла. То, что вам поручат на следующем вечном этапе Божьей программы, зависит от того, как вы проживете жизнь на земле, потому критически важно прожить на земле так, как хочет Бог. Здесь вы проходите подготовку к следующему этапу, и если ваше общение с кем-то или пребывание где-то тянут вас ко дну, пора прислушаться к посланию евреям в 12 главе первому стиху и свергнуть в себя всякое бремя и запинающий грех, никчемное окружение, в котором вы оказались, и с терпением проходить предлежащее вам поприще. Самое важное, начав изменения, вы не будете осуществлять их в одиночку, живущий вас Святой Дух придаст вам сил, и с Его силой вы воплотите свое решение в жизнь. Он поместит вас в правильное место, соединит с нужными людьми, и тогда вы станете таким, каким вам предназначил быть Иисус Христос. Пора завершать, но мы еще увидимся, и я за вас помолюсь. Вам кажется, что вы сражаетесь за свою жизнь, или же враг атакует ваш разум депрессией, страхом или искушениями? Вы христианин, и вы не должны с этим соглашаться. Вы можете противостать врагу и одержать над ним победу. В духовных битвах мы сражаемся не только с плотью и кровью, но и с невидимыми духовными противниками. Через что бы вы ни проходили, Иисус уже наделил вас силой и властью наносить врагу поражение каждый день. В этой аудиосерии Рик Реннер объясняет, как одержать победу над силами тьмы, атакующими ваш разум. Имея Божье всеоружие и знание того, как его использовать, вы можете выиграть битву за свой разум. Зайдите на наш сайт, чтобы бесплатно скачать эту серию проповедей. Вы узнаете, как именно дьявол оказывает давление на вашу разум, желая завладеть вашей жизнью, но вы способны одержать победу, научившись покоряться Богу и оказывать сопротивление дьяволу. Примите решение доверять Богу, подчиниться Его Слову и не принимать ложь врага, и вы увидите, как меняются обстоятельства вашей жизни. Зайдите на наш сайт ignc.org и скачайте бесплатно эту серию аудиопроповедей. Это учение поможет вам по-новому взглянуть на Божье всеоружие и научит отражать любую ложь врага и жить в победе каждый день своей жизни. Меня зовут Джоэл Реннер и я хочу сказать огромное спасибо всем партнерам нашего служения. Благодаря вашим пожертвованиям мы можем помогать детям с ограниченными возможностями. Без вашей поддержки мы бы просто не смогли заботиться о них. Мы организовываем мероприятия для детей и их родителей, где они, забыв обо всех проблемах, могут просто насладиться общением друг с другом. Несколько раз в году мы ставим детские мюзиклы, основанные на библейских сюжетах. И дети с ограниченными возможностями могут услышать Божье Слово и узнать, как сильно Бог любит их. Также с ними в церковь приходят их родители, дедушки и бабушки, и все они с радостью ожидают начала программы. Делая пожертвования в служении Рика Реннера, вы приносите огромную радость в жизнь этих детей и дарите им надежду Божьего Слова. И все это было бы невозможным без поддержки наших партнеров. Друзья, еще так много детей нуждаются в вашей помощи. Если вы примете решение стать нашим партнером, мы сможем вместе заботиться о них. Нам очень нужна ваша поддержка. Благодаря щедрым и открытым сердцам таких людей, как вы, у нас есть возможность дарить любовь и тепло этим детям. Ведь они в этом действительно нуждаются. Свяжитесь с нами, зайдите на наш сайт и окажите нам поддержку. Благодаря вашим пожертвованиям мы можем продолжать менять жизни этих детей. На этой неделе мы говорим о том, как устоять в неблагоприятном окружении. Вообще, Бог поступает целесообразно. Он предельно практичен в своей помощи, в том, что Он советует изменить жизни. Надеюсь, в сегодняшней передаче вы услышали для себя практичный совет о том, как изменить свое окружение. А в следующей программе мы поговорим о том, как не поддаться влиянию людей без веры, когда люди, у которых нет веры, пытаются навязать вам свои убеждения. От них исходит негатив, безверие и никакой поддержки. Их слова удручают вас. Как не поддаваться убеждениям таких людей? Вот тема следующей передачи. Будет полезна? Не пропустите. Напомню о нашем предложении. Цикл аудиопроповедей «Как применять духовную власть?» «Как противостоять врагу?» Это практические заметки о том, как прогнать дьявола из своей жизни. В Библии написано четко «Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». Глагол «убегать» означает «двигаться с максимальной скоростью, ринуться». Дьявол продолжит вами крутить, пока вы не противостанете ему. Как только вы ему воспротивитесь, он уйдет. У него нет никаких приемов против верующего, который ему противостоит. Библия обещает, если вы ему воспротивитесь, он рванет от вас, убежит от вас куда подальше. Хочу за вас помолиться. Отец, во имя Иисуса благодарю тебя за силу Святого Духа, который живет и действует в каждом из нас. Отец, я обращаюсь к Божьему Духу. Дух Святой, своей силой наполни и укрепи моего дорогого друга. Научи его принимать верные решения, выбирать настоящих друзей и окружать себя только полезным и назидательным для веры. Благодарю тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Помните, Экклесиаст 8.4. Где Слово Царя, там власть. Так пусть сегодня Божье Слово наделит вас властью. До встречи в следующей программе. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org. или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова